Осторожными, будем бдительными, но не будем трястись от страха, потому что кто-то хочет, чтобы мы их боялись. А матч начался. Сборная России, сборная одной. Навес на 11-метровую отметку. Выносят французы. И попытка такая утравая. Левая нога. Пас в одно касание. Женьяк отправит на Гризмана. Гризман. Опаснейший момент. Ингулок открывает счет в этом матче. Ну, собственно, посмотрим еще. Все началось. Кок-ба. Кок-ба. Пас на Женьяка. Женьяк вроде бы упал Гризман, а тут бы его атаковать. Но успел сделать передачу между нашими защитниками. Бросался, отчаянно бросался. Видите, Кузьмин в попытке он со своего... Знаете, что он по-прежнему чего-то стоит. Но вот пас на Женьяка. Женьяк снова сместился и снова его место занял. Гризман Агенфеев играет ногами. Было положение вне игры. Нет, бьет Кок-ба. Быстро летит время. И вот Бок-ба бьет. Пытался в ближний угол. Пеный. Бок-ба бьет и примерно тоже... Это кто-то из крайних защитников. Несколько крайних защитников. И вот какой гол. И какой гол. Подача Гризмана. И вездесущий... Евра возвращается на поле. Но вот он заработает штрафной. И еще раз, понимаете, конечно, там была прекрасная подача. Конечно, великолепный удар головой. Но зачем было фалить Кокорину, когда мы знаем, какой исполнитель штрафных Гризман, да и не только Гризман. Ну а Женьяк, вот он Женьяк. Это Александр Кокорин. 22-й Артем Тюба. Желтые карточки у Кокорина и Кузьмина пока что. И нет положения в нет. Был, подумал, подумал. Ну и вот поднимает руку Тюба. Подача. И великолепно. Ну вот он и сыграл. Вот и сыграл. Ответ Александра Кокорина. Может, может. Александр Кокорин заливает. Давайте пытаться. Голландцы сравняли при счете 0-2. Сравняли счет с французами. Голландцы, не попавшие на чемпионат Европы. Мы на чемпионат Европы попали. Мы должны верить себе, играет. И тут Аренди из Ювентуса. И Ювентуса самоку насолил. Тут Лиги Чемпионов. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, да. Пойет. Я говорил, что Пойет еще. Ну вот смотрите. И вроде бы все было видно. Но точнехонько в девятку от штанги. Посмотрим. И довольно долго мяч летел. Но такая подкрутка. Но нет, я не буду искать оправданий. Для Ладыгина. Просто у него был великолепный удар. Издали. Ладыгин видел. Но Ладыгин не смог. Голомин. Голомин чаще берет на себя вот эту самую функцию плеймейкера, чем Широков. Вы, наверное, обратили на это внимание. Жирков показывает вне через Березуцкого. И действительно так получилось. Открывается ряд с ним. Но вот это очень неплохо. Широков пас и входит. Шанов пас. Гол. Гол. Жирков начал эту атаку. Ждал, ждал. Вот это игра. 3-2 здесь когда-то было. На этом стадионе, правда, в нашу пользу. Но вот 3-2. Если бы не... Если бы не... Смотрите, вот Жирков пошел. И Широков на Шатова. Какая такая многоходов. Очень неплоха. И Шатов увидел. И в одно касание. Не давая к себе приблизиться Сако. Вы смотрите. Не давая приблизиться защитником. Пробил в... Сагоев. Санья. Куда? Куда пошел Ладыгин? Куда пошел Ладыгин? Да ну... Ну так нельзя, друзья. Понимаете? Вот тут это развивалось. Все с Пайета началось. Где здесь был защитник, во-первых? Где был Кузьмин, который теперь на этом фланге? Вот Пайет делает передачу. Там никого нет. Кузьмин остался совсем далеко. Ворвался Руман на него побежал Ладыгин Словно подстраховывая Кузьми Нам такая подстраховка-то не нужна